Чувашии могут назвать ракетный катер Р-2, который базируется на Балтийском флоте. Сегодня об этом зашла речь на рабочей встрече главы региона Михаила Игнатьева с капитаном 3-го ранга и матросами. Они приехали в республику на несколько дней рассказать о своей службе молодежи. Моряки-уроженцы республики проходят службу на флагмане российского флота крейсер «Адмирал Кузнецов». Его экипаж более 2,5 тысяч человек. 100 призывники из Чувашии. Матросы говорят, что большинство ребят возвращаются на флот, чтобы служить по контракту. Они получают самые высокие оценки от командования. И неспроста. К службе будущих матросов в регионе готовят в кадетских классах. Молодежь привлекает не только высокая заработная плата, но и морская романтика. Ребята, которые у нас сейчас на Северном флоте, вот даже взять в моей должность, они получают очень хорошую зарплату. Буквально после трех лет около 100 тысяч рублей. Это достойная хорошая зарплата, при том, что полное государственное обеспечение, жилье, проезд домой, отпуск. Служат достойно, красиво. Стараемся вести отбор уже с кадетских классов, с кадетских школ, те, кто хочет попасть на Северный флот. В этом году для прохождения службы на Северном флоте планируют отобрать еще 100 человек. Моряки приехали в республику, чтобы присмотреться к будущим призывникам. Не исключено, что после встречи некоторые кадеты смогут посетить с экскурсией один из боевых кораблей. Ну а вопрос о переименовании ракетного катера будет решен на Совете военно-морского флота. Его главнокомандующему уже направлено официальное обращение. К слову, на этом корабле также проходят срочную службу призывники из Чувашии. Атака у нас все отработана и уже с ноября 2014 у нас там служат 25 человек. Вся команда, которая ушла на Балтийский флот, вся попала на этот корабль. Аргументации нашей хватит, чтобы обращались, если обращаете, чтобы она сработала. Хватит. Очень хорошо служит. Далеко не метод. Одни плюсы.